Спасибо, что собрались нас послышать, но я разделю наш доклад на две части. Передам слово Колянем в последнюю презентацию, где будут рассказывать все детали и названные цифры. Я бы хотел обозначить несколько моментов. Во-первых, PowerStreamer зарабатывает не только маршрутную сеть, но и комплексную схему организации дорожного движения, и по КПИ, по литерному контракту, и, может быть, Владимир Ильич, если вы не будете против, мы хотим объединять слушания по этим важным вопросам, насколько они перечисляют. Техническое задание, которое было у нас на разработку предложения по оптимизации маршрутной сети, оно включало объективно понятные требования по снижению дублирования маршрутов и переходы к более вместительным классам транспортных средств. Кроме того, у нас была часть, которая касалась разработки предложений по референсовому транспорту. Это тоже было сделано, но это не предмет следующей встречи. Будет показан буквально один слайд, поскольку первоочередная задача – это в следующем году перейти на новые контракты, на новую сеть без ОВТ. Прежде чем передам слово о подробностях, хотел сказать буквально пару слов о тех принципах, которые вообще должны быть заложены в работе по реформе пассажирского транспорта. Объективно ежегодно регистрируется в падении пассажирского транспорта. Это не только вооружение, но и все ограничения происходят. Связано это не только с тем, что там не хватает финансирования или что-то еще. Я бы хотел, чтобы те люди, которые вместе с нами предлагают предложения, дают предложение по реформированию, понимали, что это не социальный сервис, это не какой-то, скажем, какой-то социальный транспорт, который нужен для того, чтобы перевозить тех людей, у кого почему-то до сих пор нет машины. Мы никогда не сделаем вообще транспорт хорошим, если будем делать его для малоимущих. Мы должны его делать таким, который позволяет всем здесь присутствующим, что называется, не потерять достоинство, отправиться в любом автобусе, который работает в городе. И в конечном счете, я очень рад, что в Воронеже здесь есть политическая воля таким какого-то преобразования. Еще один момент, который принципиально важен, который я хочу озвучить, но это не является частью нашей работы. Возможно, наши предложения будут поддержаны администрацией на дальнейшем этапе. Дело в том, что оптимизация маршрута сети, она должна привести к снижению стоимости транспортной работы за счетом большей эффективности. То есть пробег малых транспортных сетс-маловместительств дороже на 1 пассажирный километр, чем большой. Но многие проблемы, которые озвучены в том числе в жалобах граждан, которые поступают нам тоже по маршруту сети, они к ней, собственно, не относятся. Они относятся именно к формату работы. Это небезопасные условия передвижения, это раннее окончание режима работы на маршруте, культура вождения и многое другое. Дело в том, что сейчас модель транспорта строится на взаимоотношениях пассажира и перевозчика. То есть пассажир платит перевозчику за факт входа в салон. Конечно, нужно переходить к той системе, которая будет, во-первых, все-таки исходить из необходимости оплаты поездки, в том числе из пересад. Как это сделать? Я надеюсь, коллеги, которые будут презентовать электронную систему оплаты, они расскажут, какие возможности эта система предоставляет. Ей обязательно нужно будет так или иначе внедрять. Но самая правильная и для вооружения, как мне кажется, подходящая вещь, это переход на контракты с так называемой группой суммой. Когда вся выручка от пассажиров аккумулируется в городском учреждении, и дальше она распределяется между перевозчиками в соответствии с контрактом. За пробегом автобуса. Соответственно, перевозчик перестает кулькурировать за пассажиром, заниматься своей непосредственной работой, зарабатывать свои деньги, откатывать свои километры. Естественно, что километры должны быть посчитанной справедливостью. Город, соответственно, занимается тарифным минимумом, регулированием льгот, если это необходимо, имитирует карты, поездные билеты в любой степени сложности. Потому что для пассажира эта система делается дешево, ему не важно, какой она пропустила, везде принимает один и тот же билет. При правильном расчете эта система, именно пункта контрактов, она снимает большинство тех дефектов, которые сейчас вызывают негатив населения. Система, поваривающаяся лицом к пассажирам, она делается прозрачной с точки зрения экономики, но требует определенных усилий от администрации. Сейчас в городе Тверь, Перми, они как раз будут идти. Но, опять же, повторюсь, это не являлось предметом нашей работы. Те предложения, которые я сейчас озвучил, они могут реализоваться на следующем этапе. Нынешняя сеть оптимизирована примерно на четвертых по количеству маршрутов. Практически, у нас малый, особо малый класс из города. И сейчас вот об этом подробнее, в принципе, расскажем. Спасибо. Продолжение следует...